МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы видите, да, сколько здесь голубых билетов? Это значит, братство есть все-таки. Дело со скрипом. Кто тормозит разведение и сбыт гидробионтов на легальных морских огородах? Государство собирает бешеные деньги с желающих заняться морякультурой. Логично эти деньги поступать не на безличный госбюджет, а в фонд, например, поддержки. Небывалое во Владивостоке гигантский леопард поселился на Орлинной сопке. О масштабном и значимом не только с эстетической точки зрения объекте подробно расскажу я, Анна Бережная. А еще расскажем, почему китайцы остались без света и чем пугают приморцев синоптики. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Воздушно-десантные войска отметили свой день рождения. Празднование во Владивостоке началось еще в 9 утра. Автоколонна от русского острова двинулась в сторону города до памятника приморцам погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, в то время как другие горожане готовились к торжественному митингу. О том, как это было, расскажет Инна Щедрова. День ВДВ во Владивостоке по традиции состоял из официальной части и неофициальной. Празднование началось с автопробега. Десятки машин со знаменами ВДВ проехали с русского острова до Парка Победы, а уже там состоялся памятный митинг. День ВДВ – это также день памяти всех героев-десантников, которые погибли, выполняя боевые задания. Говорят, каждый десантник этого дня ждет больше, чем собственного дня рождения. Это праздник не только для самого военного, но и для его семьи. Здесь у нас уже такая традиция славная заявилась. Мы всегда отмечаем, во-первых, приходим сюда к памятнику, чтобы отдать дань памяти воинам погибших. В локальных войнах и конфликтах. И дальше мы всегда отмечаем в семейном кругу. То есть собираемся всеми друзьями, однополчанами, со своими женами, детьми, семьями. И очень дружно, весело все вместе отмечаем. У Юрия Чембатова прыжками на войне занималась и мама, а отец освобождал Китай. Прошел три войны. Детей тоже приучал к военной выправке и дисциплине. Первый прыжок сделал в 16 лет, а потом два года занимался и в десантные войска сам просился попасть. Старший брат со мной также служил. Гордость берет за войска. По традиции на памятном митинге собрались первые лица города. Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов поздравил всех с праздником и напомнил о важных событиях в истории воздушно-десантных войск. По окончании памятного митинга люди в голубых беретах, их жены и дети возложили цветы к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов. Многие из присутствующих на митинге сами когда-то прошли горячие точки. Вы видите, да, сколько здесь голубых беретов. Это значит, братство есть все-таки, правильно? Из года в год. И 90-е годы как бы не изменили эту традицию. Мы как были, так есть и будем всегда. И везде в Белоруссии, и на Украине отмечают этот праздник одинаково. Те традиции, которые заложены в духе десантников, они очень традиционны. Поэтому я считаю, что никто кроме нас. Слава ВДВ! Отвага оружие ваше. Десантник всегда впереди. Храните вы Родину нашу и смелое сердце в груди. Поздравил десантников с профессиональным праздником и временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев. Поздравляю десантников с 87-й годовщины со дня образования воздушно-десантных войск. Пусть небо над вашей головой будет чистым, а приземление успешным. Спасибо вам за ваш труд и службу, которую вы с гордостью несете, славя наше с вами Отечество. Желаю вам здоровья, крепких семей и как можно больше радостных моментов жизни. Сегодня во Владивостоке проходят праздничные мероприятия, посвященные этой дате. Отметьте этот праздник так же достойно, как и несете службу. Написал Игорь Пушкарев на своей странице в социальной сети. Сегодня в Парке Победы собрались не только действующие десантники, но и те, для кого служба закончилась много лет назад. Но день 2 августа – до сих пор один из самых важных в году. Этот праздник чтят все наши родственники, моя жена, мои дети. Он у нас такой самый летний, самый желаемый праздник. Мы его всегда ждем и встречаем достойно. Пригрошаем своих друзей. Друзья тоже приезжают семьями, потому что мы уже не юные десантники, а такие уже зрелые. После завершения официальной части праздник продолжился на городской набережной, ставшей традиционным местом встречи однополча. Голубые береты гуляли небольшими группами, вели себя сдержанно и даже городской фонтан, где раньше принято было освежаться, обходили стороной, приводя воинские традиции в соответствии с правилами поведения в общественных местах. Инна Щедрова, Евгений Апарин, Александр Бортовщук. Новости на восьмом. Без света остались более 600 тысяч жителей Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Во Владивостоке также отмечались перебои. Сбой в подаче электроэнергии произошел днем 1 августа. Причиной верного отключения стала перегрузка на Бурейское ГЭС. Авария привела к приостановке подачи электроэнергии в Китай. По данным Минэнерго, сегодня все неполадки уже устранены. Но расслабляться не стоит. Штормовый ветер и ливневые дожди могут принести новые проблемы. Ухудшение погодных условий синоптики прогнозируют с 8 по 10 августа. По данным специалистов, мощный тайфун Нару сначала пойдет на северо-запад, затем сместится к японскому острову Хансю, выйдет в Японское море и обрушится на Приморье. До этого времени, до выхода тайфуна Нару в Приморье, у нас ожидается еще одно ухудшение погодных условий. Произойдет оно уже в период 3-4 августа и будет связано с атмосферным фронтом, который будет смещаться с территории Китая в сторону Хабаровска. Этот атмосферный фронт подпитается оставшейся энергией и влагой от тайфуна Хайтан. Этот атмосферный фронт принесет в Приморье дожди, местами сильные ливни, возможные грозы и также резкое усиление ветра. А что делать тем, для кого морская стихия – это вовсе не опасность, а источник дохода? В Приморском крае есть возможность наладить масштабное разведение гребешка, трепанга, устрицы и других гидробионтов. Рядом страна ТЭР – прекрасный рынок сбыта. Но несмотря на перспективы, дело идет со скрипом. Бизнес тормозят законы, по которым рыбоводные участки продаются редко и за очень большие деньги. Все подробности в материале Катерины Матвеевой. Промышленный вылов краба начнется в сентябре. Квоты на добычу камчатского синего краба, а также четырехугольного волосатого распределены. Напомним, с середины 2014 года по мая 2017-го из-за разногласий между Росрыболовством и ФАС России федеральное агентство не имело возможности провести крабовые аукционы. Только в мае торги удалось провести. Федеральный бюджет получил более 23 миллиардов рублей единовременной прибыли. А предприятие «Приморье» – возможность освоить в этом году 4-3 тысячи тонн такого ценного и валютоемкого биоресурса, как краб. Цена такова, что еще в воде краб стоит, по некоторым данным, 150 долларов США. Как уверяют эксперты, в стоимости уже заложена браконьерская составляющая. С подобной проблемой сталкиваются и морякультурщики. Долгое время участки подразведения вообще не выдавались. Теперь продаются на аукционах за баснословные деньги. Суммы доходят до 30 миллионов рублей. Заметим, это просто вода. Мы активизировали свою работу. На самом деле, взаимодействуя с ассоциациями морякультуры, с акукультурными хозяйствами, мы начали процесс подготовки и формирования участков и предоставления их пользователям. Сколько в этом году будет еще распределено участков в гектаре? Значит, мы планируем еще на осень порядка 14 участков, 290 гектар, выставить на аукцион в сентябре-октябре 2017 года. К аукциону допускаются все желающие. Главное, чтобы они были зарегистрированы по всем правилам и не имели долгов. Чем будет заниматься компания, есть ли у нее бизнес-план по разведению морепродуктов, никого не волнует. То есть, фактически, можно взять небольшой участок воды и браконьерить себе на здоровье, пока не поймают. Отдать придется лишь улов. Снаряжение или лодку забирают крайне редко. Продажа воды – это не метод увеличения продукции авокультуры. Сейчас покупают, как я уже сказал, мы не знаем, кто даже покупает за миллионы. Недавно на последнем торгах за 21 миллион. До этого торги в ноябрьские были, там вообще по 60 миллионов продавали. И поэтому, купив такой участок, а потом мне его нужно вложить на каждый гектар, еще по миллиону. И если 300 гектар занимает участок, даже половину если освоить его, или треть его освоить, вы понимаете, какие деньги нужно вложить, и когда вы их окупите. Ученые и представители бизнеса уверяют, затраты на морские огороды окупаются очень долго – около 7 лет. И искренне не понимают, почему заводу нужно платить такие суммы. Государство собирает бешеные деньги желающих заняться морякультурой. Логично эти деньги поступать не на обезличенный госбюджет, а в фонд, например, поддержки и делать, субсидировать то, что можно. То есть субсидировать покупку молоди, племенные стада, разработку целевых проектов, то есть по разработке технологий. Но об этом даже никто не заикается. Помочь бизнесменам вызвались ученые ДВОРАН. Они разработали проект биотехнопарков, в которых будут разводить, выращивать и перерабатывать гидробионты. С подобной идеей к краевым властям обратились и китайские инвесторы. Но пока продуктивного сотрудничества не получается. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Станислав Лазебный. Новости на 8. На Орлиной сопке появился дальневосточный леопард. Полномасштабное граффити с изображением хищника нарисовал южноафриканский художник в рамках арт-проекта. Акция организована вместе с Международным фондом защиты животных и призвана обратить внимание на проблему исчезновения редких видов. Кого еще рисуют художники и при чем тут Лондон и Нью-Дели, расскажет Анна Бережная. Нью-Йорк, Торонто, Лондон, Дели. Список городов, которые стали частью уникального арт-проекта известного южноафриканского художника Сонни, пополнил Владивосток. Название «To the bones» в переводе с английского языка до костей как нельзя лучше отражает суть и обозначает главную цель проекта. С гигантских граффити на людей пронзительно смотрят находящиеся на грани исчезновения животные – лев, тигр, горилла, медведь, слон. Напоминать о глобальной проблеме жителям и гостям Владивостока будет дальневосточный леопард. Работу над изображением уже начали на самой известной видовой площадке города. «Я думаю, это идеальное место. Каждый день здесь очень много людей, и я уверен, что все они будут обращать внимание на изображение. А также с этого места леопарда будет видна из многих точек города. А еще мне говорили, что наш леопард смотрит в сторону нахождения национального парка «Земля леопарда». И это очень символично». Художник Сонни в России впервые. Владивосток, по его словам, прекрасный город с великолепными видами и сильными ветрами. К слову, погодные условия замедляют процесс работы. Например, невозможно рисовать в дождь. Но это вдохновению не преграда. В непогоду Сонни тщательно подбирает палитру, в очередной раз продумывает каждую деталь. А наносить на стену рисунок дальневосточного леопарда площадью более 300 квадратных метров возможно лишь с помощью подъемника. Материалы для работы художника закупали в Москве. Всей цветовой палитры, которая необходима для изображения, во Владивостоке не найти. Совместно с Сонни масштабный проект организуют Международный фонд защиты животных и организация дальневосточной леопарды. Стену для граффити предоставил до ВФУ. Владивосток был всегда в приоритетах. Не Москва, не что-то, а именно Владивосток, потому что тигры и леопарды здесь. И тогда мы подумали и сказали, что тигров больше, чем леопардов. Тигра ты уже нарисовал в Нью-Йорке. В Владивостоке должен быть леопард. Из чего мне написали Сергею Борисовичу Иванову письмо, сказали, не хотите ли вы поддержать этот проект. И мне очень приятно, что фонд дальневосточный анонимент стал партнером здесь, в Владивостоке, и помог даже финансово, с экраном, с красками. Стену у видовой площадки на сопке Орлиное гнездо Сонни будет расписывать до 11 августа. Также на днях художник посетит национальный парк «Земля леопарда». О редчайшей на планете кошке он мечтает знать больше. Помимо дальневосточного леопарда в рамках акции также появится граффити с гориллой в Лондоне и слоном в Дели. Арт-проект завершится летом 2018 года проведением выставки в Лондоне. Арт-объект еще далеко не закончен, но туристы уже проявляют к нему живой интерес. И можно представить, какой восторг этот дальневосточный леопард будет вызывать у них, когда предстанет во всей красе. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. И продолжая тему о животных. Медведи вышли на дорогу у Николаевска на Амуре в Хабаровском крае. Интерес у них вызвала рыба. На трассе перевернулся грузовик, из которого высыпалось около тонны киты. Медведи учуяли запах, вышли на дорогу и все съели. Очевидцы сфотографировали трапезу, снимки тут же разлетелись по всем социальным сетям. Сейчас уйдем на короткую рекламу, сразу после которой расскажем, для кого упростился визовый режим, какие железнодорожные станции больше всех страдают от вандалов и как прошли международные соревнования в Турции для пловца из Приморья. Сегодня с вами я Валерия Белоус и мы продолжаем. Расскажем, для кого упростился визовый режим, какие железнодорожные станции больше всех страдают от вандалов и как прошли международные соревнования в Турции для пловца из Приморья. На Дальнем Востоке начал действовать упрощенный визовый режим для 18 государств. Закон еще в марте подписал Владимир Путин. Теперь граждане Японии, Китая, Сингапура и других стран смогут прилетать на Дальний Восток по электронной визе, которую достаточно оформить через интернет, причем бесплатно. Пока по новой схеме работают первые два пункта пропуска во Владивостоке. В перспективе иностранцы смогут посетить еще четыре региона – Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Первыми, как ожидается, электронными визами воспользуются участники Третьего Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. В дальнейшем электронные визы станут доступны и простым туристам. И к другим темам. Железная дорога во Владивостоке подвергается нападкам вандалов. Разбивают светофоры, лавочки на перронах, умудряются даже портить шпалы. Больше всех от хулиганов страдают станции Садгород и Санаторная. Портят просто так – от скуки в состоянии алкогольного опьянения. Чем может обернуться разбитый семафор, выясняла моя коллега Светлана Садовая. Бить стекла в электричках железнодорожные вандалы практикуют часто. О последствиях подобных развлечений не думают. 2 июля в поезде «Владивосток-Новосибирск» стекло разбили через 15 минут после отправления. Такие шалости, напоминают сотрудники железной дороги, могут не только повредить вагон, но и обернуться тяжелой травмой для пассажиров. Сегодня вандализм выделен в самостоятельный состав преступления. И уголовная ответственность за него наступает с 14 лет. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда. Либо исправительными работами на срок до 6 месяцев или арестом на 3 месяца. В 2016 году за порчу имущества на железной дороге возбуждено 21 уголовное дело. В этом году их уже 7. 9 июня на платформе станции Садгород я повредил 4 урны и 2 лавочки. А именно ударом ноги помял 4 урны и выбил доски из двух лавок, находясь в алкогольном опьянении. Судея нам раскаялись и впредь помещали, такого больше не повторить. Во Владивостоке от вандалов больше всех страдают станции Санаторная и Садгород. Здесь бьют лавочки, дорожные знаки и даже семафоры. Мне бы хотелось подчеркнуть для жителей нашего города о том, что каждый должен понимать, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Это не место для игр, развлечений. И порой непонимание этого стоит очень дорого. Самое незначительное вмешательство в работу железнодорожников может иметь катастрофические последствия. Поэтому прежде чем кинуть камнем в проходящий поезд, помните, что за такое развлечение можно получить реальный срок. Светлана Садовая, Василий Косилов. Новости на Восьмом. Старые разрушенные бордюры выносятся дворов. На придомовых территориях Владивостока начался ремонт. Сейчас строители устанавливают новый бортовой камень. В планах восстановить и дорожное полотно. Работы идут по улицам Терешковой 7, Кипарисовая – 18, 40 лет ВЛКСМ – 8 и 50 лет ВЛКСМ – 17. У нас живут инвалиды-колясочники. Вот они решили заниженные бордюрчики сделать возле каждого подъезда. А в которых подъездах инвалиды именно живут, от крыльца еще тоже будут скаты, чтобы на коляске было удобнее ездить. В мэрии уточняют, в администрацию города поступило 79 пакетов документов на участие в федеральной программе по формированию современной городской среды. 49 из них соответствовали условиям и были вынесены на общественное обсуждение. В этом году во Владивостоке по этой программе отремонтируют 14 придомовых территорий. Остальные уже в 2018. И еще из жизни города. Фестиваль имени Владимира Высоцкого прошел во Владивостоке. Сотни горожан пришли на спортивную набережную, чтобы выступить или посмотреть на концерт. В прошлом году фестиваль «Парус» состоялся впервые. Обладатель Гран-при получил 100 тысяч рублей. О «Парусе» 2017 года расскажет Ольга Продан. С песнями, театральными миниатюрами, танцами и стихотворениями выступили горожане на финале фестиваля «Парус». Мероприятие посвящено творчеству Владимира Высоцкого, культовой личности 20 века. Выразить почтение великому поэту и артисту решили самые творческие жители Владивостока на набережной спортивной гавани. По данным Всероссийского опроса, Владимир Семенович Высоцкий со своей главной подругой жизни, семиструнной гитарой, занял второе место в списке кумиров 20 века после Юрия Гагарина. Именем Высоцкого названы улицы, бульвары и скверы по всей России. Самолеты, корабли, почти 20 скал и пиков, перевалов и речных порогов носят имя советского поэта. Сложно поверить, но вот уже более 40 лет над нашими головами кружит в просторах Вселенной астероид Влад Высоцкий, где-то между Марсом и Юпитером. Воспоминания эти нагрянули и очень хорошие чувства возникают лучше. Что приятно, что его не забыли. Я люблю очень его песни. Они такие прям настоящие. Может быть не всегда понятные, но заставляют подумать о чем-то. По мнению жюри, участников достойных наград и первых мест было немало. К тому же обладатель гран-при фестиваля имени Высоцкого только один. Точнее одна победила Надежда Савицкая, исполнив одну из самых известных и сложных композиций барда «Аисты». Владимир Семенович, если вы помните, отличался чем? Смелостью. Он был смелым. В свое время он был на первых, на передовой, как говорится, и шел вперед. Поэтому те, кто занимается осознанием его творчества, я думаю, и должны быть, ну как, они просто обязаны и обречены быть тоже смелыми людьми. Высоцкий пел о чувстве собственного достоинства людей как в повседневной жизни, так и в трудных ситуациях, о силе характера, преданности близких и друзей, о любви и врагах. Сложно найти темы, которые артист не затронул бы в своем творчестве. Подражая кумиру, участники фестиваля уделяли внимание в первую очередь содержанию текстов и эмоций. Я хочу поблагодарить всех участников этого фестиваля. Это было очень искренне. Это было от души, от сердца. Спасибо вам большое. Фестиваль «Парус» проходит во Владивостоке во второй раз. Горожане надеются, что вспоминать Высоцкого и делиться друг с другом творчеством станет ежегодной традицией. Ольга Продан, новости на Восьмом. Родственники пострадавшей жительницы Владивостока и сотрудники полиции ищут очевидцев. 14 июля примерно в 6.45 утра водитель автомобиля «Субару Форестер» сбил пенсионерку в 83-х лет. От полученных травм женщина скончалась. Машина двигалась в направлении улицы Олеутская в районе дома номер 28 по Партизанскому проспекту около СИЗО номер 1. Свидетели ДТП просят обратиться в Следственное управление УМВД России по Владивостоку по адресу улица Военная, шоссе 24, служебный кабинет номер 308, либо позвонить по телефону 8-950-29-79-509. И к новостям спорта. Виталий Аботин вернулся во Владивосток с летней Сурдолимпиады. Приморский пловец приехал домой в статусе пятикратного чемпиона игр. Международные соревнования, которые проходили в Турции, стали для Виталия вторыми в карьере. О том, какие награды смог завоевать приморец, расскажет Максим Яковлев. Сурдолимпийские игры. Болгарский город София, 2013 год. Звезда приморского плавания Виталий Аботин впервые выходит на международный уровень. При огромной конкуренции наш земляк бьет всевозможные рекорды, увозя во Владивосток семь золотых и две серебряных медали. С того момента фамилия Аботин стала знакома всей России. Впереди Виталия ждала четырехлетняя подготовка к очередной сурдолимпиаде. В этом году мировые игры среди глухих спортсменов проходили в Турции, где приморец вновь защищал честь страны и намеревался повторить предыдущий успех. Это моя вторая олимпиада. Была эмоционально тяжелее, чем первая. И на этой олимпиаде я получил больше опыта и мне психологически окажется себя вести. чем на той. Потому что соперничество было очень сильное. Ну и мировые пощекотались. Но несмотря на волнение, уже в первый день соревнований в составе смешанной эстафеты Аботину удалось завоевать не только золото, но и установить рекорд мира на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Его время составило 3 минуты 42 секунды. Приходить в себя после каждого заплыва помогал наставник. Да, уже в один момент я уже просто чуть ли не с ума сходил, он приходит ко мне с нашатырём и под носом проводит. Вот я тогда сразу проснулся. там ушки мне натирал, ладошки махировал, чтобы я в себя пришёл. С каждым днём Виталий приносил в копилку сборной важные награды. Всего же по итогу приморскому пловцу удалось завоевать 5 золотых и одну серебряную медаль. Его вклад позволил занять сборной России первое место в командном зачёте. Как говорит наставник, отдыхать Виталий не любит. Пара дней и спортсмен снова начнёт тренировки. В дальнейших планах у приморца выступление на чемпионате Европы и мира, но это уже в следующем году. А на ближайшее время есть мысли Федерации вместе с пловцом навестить приморские города, в которых рассказать и показать, к чему может привести мечта человека с ограниченными возможностями. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Ждут больше, чем свой день рождения. Как прошёл день ВДВ в Владивостоке? Зачем дальневосточному леопарду 300 квадратных метров? О своём проекте рассказал южноафриканский художник. Уже страшно! Жители Приморья предупреждают о предстоящем супер-тайфуне. По федеральной программе во Владивостоке ремонтируют дворы и дороги. Сад-город и санаторная без лица. Вандалы портят облик города. Статус пятикратного чемпиона Сурдлимпиады. У Виталия Аботина новые награды. Сегодня на этом всё. Есть что добавить. Заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там вы можете найти видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Все самые интересные и необычные события вы можете отправлять нам в WhatsApp. Его номер вы увидите в конце нашего выпуска или также на официальном сайте канала. Ещё один способ связи с нами – это телефон редакции 249 88 12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. И ещё. Во Владивостоке, напоминаю, отпраздновали День воздушно-десантных войск. Торжественные мероприятия состоялись в Парке Победы. Об этом мы уже говорили в информационном выпуске, а сейчас предлагаю посмотреть творческий номер, который участники подготовили специально в честь праздника. Без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была я, Валерия Белоус. Увидимся на восьмом. Вран-РД. Берет с сильняшкой носим мы. Судьба такая, цвета синевы. А ведь неплохо было бы собраться снова вместе, но разбросала нас судьба. По городам и весям и так пронзает больно душу память о войне. За тех ребят, кто жизнь отдал в Афгане и Чечне. У нас самих так незаметно повзрослели дети. И сын в строю шаги чеканит. В голубом берете задач нет. Непосильных у маргеловских парней. Мы для того, чтоб Родина была еще сильней. Никто, кроме нас, и только вперед. Не дремлет десант, ведь небо зовет. Обучены мы идти до конца. Воздушно-десантные наши войска. Никто, кроме нас, в горах и в воде. И отдан приказ, и собран РД. За ВДВ, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова